привет мои хорошие с вами селена своей и мама чоли всем привет сегодня будет необычное видео одна из моих подписчиц когда ходила ваша она сказала селена а давай ты какие-то необычные фрукты возьмешь и попробуешь я думаю вау классная идея на самом деле да фрукты много их необычных особенно в ашане но не дойдя до ашана я зашла в магнит и оказалось что там есть фрукты о которых я даже знать не знала например мама тоже да не знала например гранадила гранадила вот такая вот похожая непонятно на что гранадила дальше есть название вообще тамаринт свежий тамаринт свежий вот смотрите как он выглядит что это вообще как это есть как это открывается я не знаю будем впервые пробовать что там вообще внутри может это даже не фрукт может это орех какой-то очень похожи дальше мангостин мангостин вот такие вот какие-то тоже твердые непонятные штуки дальше кокосик мама положила кокосик блин это же которые кокосики вот это вот там где-то в таиланде или чего сидят из трубочки подтягивают и такие фоткаются но не лохматый не лохматый он твердо абсолютно здесь даже есть трубочка и три дырочки ну в общем это мы будем пробовать и еще я увидела что продается это все магните причем не в каком-то огромном магните семейном и просто магниту дома маленький такой знаете арбуз красный без косточек так и написано без семянный красный агросоюз выращена на кубани представляете вот тяжеленький причем это самый маленький который я взяла а второй арбуз я тоже никогда не ела это желтый времени желта緣 магн sale что-нибудь из этого когда же пробовал что вы не из этого но нет вот так чтобы так вот написано было желтый вообще не значит ой желтый но красный без косточек вот именно с такой да нет наверное с кусточками обычно да с косточками ко мне их мы не знаю вроде бы или ой ну давай арбузы мы оставим а потом я тоже ничего не пробовала из этого с С чего бы ты хотела начать? Давай вот с коробочки начнем. С коробочки мама решила начать. И еще раз повторюсь, это у нас Тамаринт свежий. О, это все по-английски написано. Что? Страна происхождения Таиланд. Опачки. Адрес Таиланд. То есть это прям, представляете, прям из Таиланда к нам сюдыньки пришло вот это. Как есть не написано. Нет, если мы, мам, с тобой не разберемся, как это есть, мы, знаешь, че? Google в помощь. Как есть цвет Тамаринт. Интересно, что это вообще такое? Что это вообще такое? Смотрите. Господи, кто это пробовал? Как это есть? Оно твердое. Какой-то орех. Я боюсь, чтобы там не было каких-нибудь тайландских животных. Так, я нажала двумя пальцами и оно просто Что это такое? Реально страшновато, честно. Мам, мне страшно. Ну, давай ломай уже пополам. Может, ты откроешь? Че ты боишься? Я боюсь, что там будет какое-нибудь животное тайландское. Ну, это, конечно, не животных тогда. Я вообще не пойму, а где тут что-то есть? Я тоже не понимаю. Ну, это шкурка, походу, да? Мы ее, наверное, снимаем. Внутри там что, орехи или что? Хрен его знает, что там. Непонятная штука. О! Я нашла! Ой! Смотрите, это какая-то маленькая штучка вот такая. Похожа на какую-то засохшую ягоду. На изюм засохший. Изюм. Только твердый. Только твердый, да. Как камень, Маша. Камень? Может, это и есть нельзя вовсе? Реально, как камень. Может, он не спел? Может, его еще надо открыть? Да куда его еще открыть? А может, это семечко? А вот это надо есть? Как камушек. Реально, он не жуется. То есть, ты думаешь, что вот это надо есть? То, что сверху вот здесь, да? Ну, нет. Как? Это не похоже на съедобное. Ну, вроде бы съедобное. А это косточка, да? Да. Ну, я не знаю туда. Вот это, что ли, съедобное? Ну. Вроде вкусное. Похоже на... Ммм. Кисленькое. Типа... Курага. Курага. Только тут есть сада нечего вообще. Прикол. Слушай, а может, она пропавшая? А? Может, она пересохшая? Ну, вкусненько так нет-то, да? Просто она реально какое-то воздушное, сырое. Но неужели вот оно вот так вот? Мне кажется, оно должно быть. Ну, семечко, это косточка, походу, вообще деревянная. Она вообще каменная. Косточка. Мне как-то не очень. Лучше курагу тогда взять уже. Так оно еще и стоит, блин. Вот, смотри. Вот другую я взяла. А-а-а. Я еще хотела тебе другую попробовать. Она уже более такая, да? Да. Тут уже более-менее мясо какое-то есть. Ай, вот, смотри. Ну, вообще мы какие-то окулемы. Вот, вот. Сейчас я покажу вам. Оно похоже, знаешь, на что? Скажи, скажи. Из орехов делай. Мориду. Как ее? Ну, как ее. Вот такая штука. Мы забыли. С орехами. Вот это, наверное, вот это и есть. Вот, уже совсем по-другому. Вот это уже, я думаю, будет вкусно. Ну, тут уже есть, да. Чем пожелать. Вот. Ну-ка. У меня и вкус другой, чем засохший. Уже не курага. Ля, мы с тобой обе забыли, как это называется. Курчмел. Чурчмел. Чурчхела. Чурчхела. Ты знаешь, мне засохшая больше нравится. О, тут уже и косточка по-другому выглядит. Такая. Побольше. Ну, как-то мяса маловато, да? Просто, наверное, подсохшая сильно, да? Может, она такой должна быть? Не знаю. Ну, что-то в этом есть. Экстатическая. Ну, да. Да, интересная. Прикольная штука, но только все, короче, вот слишком много мусора, слишком много вот это липкое все, короче. Ну, я бы, наверное, второй раз такой десертик бы не взяла. Так, не, ну на вкус прикольно, мне нравится. На вкус, да, прикольненько, но не так, чтобы вот это брать, чистить. Если ее уже почищенную брать, то можно. Они, кстати, есть не только такие тройные, есть еще двойные вот такие. И одинарные есть. Давай теперь я выбираю, мы с тобой попробуем гранадила. Гранадила создана природой. Вот такая гранадила. Приехала она к нам из Колумбия. Страна Колумбия. Ничего себе. Тверденькая. Вот такая штучка, как будто пластмассовая, если честно. Слушай, ну мягкая. Смотри. Может быть разрезают. Ой. Смотри. Она руками. Она как твердый. И опять боюсь, что какое-нибудь животное там вылезет. Мягенькая, открывается легко. А что ж ты? Боишься? Что-то мягкое внутри видится. Мне просто стало страшно, что там внутри. Видишь, как будто там червячки. Что-то мягкое внутри. Что-то мягкое внутри, да. Сейчас откроем, посмотрим. Я реально испугалась. Совсем какая-то мягкая жижа. Семечки какие-то. Течет даже. Вытекает. Ты хочешь, чтобы я первая попробовала? Давай. Ну ты вообще, блин. Не кислая. Жуй семечки. Непонятно, на что напоминает. Вокруг жижа. Внутри семечки, которые... Хрустят. Хрустят. И не твердые, хорошо и нормально жуются. Приятно. Да? Понравится? Понравится? Не сладкая, не кислая. В общем, непонятная какая-то. На дыню чуть-чуть похоже. Мама отказалась от вот этой вот вкусняшки из Колумбии. Я ее съем. Экзотика. Косточки долго жевать. Да? Ну прикольно, да, такие? Хрустящие. До вечера будешь теперь жевать. Это эти козышки по всей мурту гоняются, и их трудно поймать. Прикольная, но долго жевать семечки. Да. Мне понравилось, я бы, если бы где-нибудь увидела, лежит такое, еще раз бы поела, особенно если нужно молчать. Так, ну что, давай попробуем тогда вот это в пакетике? Давай. Мангостин. Здесь две такие штучки, и в принципе на картинке нарисовано, что что-то белое нас ждет внутри. А это приехало к нам из Таиланда. Две штуки. Смотрите, две вот такие штучки. Твердые. И как нам их? Твердые. Твердые. А как его? Охрен его. Малуточка нету, да? Ох, пошла. Акзотика. Так, что мы видим внутри? Что-то непонятное, особенно какая-то слизь вот эта вот. Видите? Ну вот, вытащим сейчас вот это вот и попробуем. Бери. Так, подожди, я себе выговорю. Вообще, ты видела, что на фотографии нарисовано что-то беленькое? Вот у нас тут ни хрена какого-то беленького, по-моему, нет. Вообще, а что это такое? Вообще безвкусное какое-то. Это что такое, Ольга? Вкусное, оно горьковатое, я что-то чувствую. Ну, невкусное, в общем, скажи. Вообще невкусное, да? Невкусное. Может, один неудачный был? И что, вот нести это, возвращать вот так вот? Сказать, посмотрите, что это. Вы будете такое есть? Они скажут, он такой должен быть, а ты откуда знаешь, какой он будет? Пол не ломай, если. Ох уж эта экзотика, нам так тяжело удается. Я надеюсь, что вот этот вот кокосик будет шикарный. Ну, что там, получается одолеть мангустин. Ура! Мама открыла мангустин. Черный. Черный? Нам гнилой мангустин продали. Он не должен быть такой. Да, ну, а вернуть вот так вот, я и не знаю. Это, наверное, и... Нет смысла. Ну что, следующий азотический фрукт, это у нас кокос. Да, это у нас кокос, но полностью твердый. Здесь три такие вот штучки. Я впервые увидела, что это продается. Здесь написано drink and eat. То есть это... А, и можно есть потом, реально, смотрите. Проткните палочкой отверстие в этикетке с логотипом. Короче, вот палочка. Открываю. Вот такая палочка входит у нас в комплект. Так, здесь все написано. Смотрите, все, что нужно сделать. Значит, в этикетке... Ну вот, это вот они, три штучки. Какой-то из них, наверное, вот. Подожди, в этикетке с логотипом. Ну вот логотип, вот стрелочка. Вот сюда. А, вот. Вот намеченная линия. Потом мы будем по ней колоть. Ну, посмотрим, как это у нас удается. Давай сначала выпьем. Итак, протыкаем. Ой, воздух вышел. Слушайте, вот так вот, наверное, на самом деле и страшно. Как вот мы сейчас взяли этот мангустин, а он там черный. Может, тут что пропавшее будет. Трубочку открываем. Вставляем. Готово. Ну что? Мы как в Таиланде с тобой. Давай, как будто в Таиланде молодец. Ну что, пробуешь? Хочешь ты? Да. Я такое никогда не пробовала. Первый раз. Ну, пахнет кокосом. Я первый раз пробую вот кокосовое вот это молоко. Ни разу не пробовала еще. Как водичка какая-то. Ну, какая-то даже она... Кокосовая. Вкус чего напоминает? Ну-ка еще давай. Чего-то вкус. Чего-то вкус, да. Вкус чего-то не вкусного. Шампунь. Да, точно. Да. Вкус шампуня. Вам надо выпить. Вот когда, знаете, детские пузыри, когда пускаете, и вот на язык попадет вот этот вкус мыли пузырей. Вообще невкусно. А нам вообще нужно попробовать еще кокосик, раздолбать его. Надо это выпить сначала. Я не буду. И ты не будешь. А вылить может как-то? Ну, пойдем. Слушай, ну, блин. Он такой невкусный. Я тоже думала, что он очень вкусненький. Когда больше ничего есть на необитаемом устре, все пойдет в пищу. Ну, с привкусом шампуня. Ну, пойдем, попробую вылить. Кокосовую воду просто выливаем в помойку. А кто-то ее любит. Побежали. Вот она вам как усина. Офигеть, да? Классная какая? Какая? Шампунь. Тоже шампунью пахнет, в принципе. Даже мылом хозяйственным было, да? Каким? Не, ну это... На вкус как кокосовая стружка, да. Но все равно вот этот вот запах шампуня есть, да? Блин, что из этого можно сделать? Ну, не выкидывать же это. Может, можно сварить, сделать какую-то маску для волос? Может, вот так это есть не будем? Или это засушить надо и перемолоть, например, сделать кокосовую стружку? Ну, да. Напишите, девчонки, в комментариях, кто знает, что с этим сделать, пожалуйста. Потому что реально, ну... Это же все стоит денег и не хочется выкидывать все это. Ну, и тогда все, мои хорошие. Ждем ваших комментариев. Нам было прикольно все это попробовать, да? Что тебе больше всего понравилось? А, я знаю. Арбузы! Кубанские арбузы! Ну, соглашусь, что я бы тоже единственное, более-менее, это вот этот вот с косточками был десертик, да? Все остальное как бы вообще мимо. Все мимо нас. Такие экзотические. Но я люблю такие пробовать штуки, поэтому если я найду еще где-то в магазинах какие-нибудь необыкновенные экзотические фрукты, овощи, я обязательно сниму для вас видео. Теперь мы приступим уже к нашинскому, к кубанскому, да? Да, на Кубане один и второй арбузик произведен. С какого ты хочешь начать? С красного без косточек, без семянного? Или с желтенького? Давай начнем с желтенького. Мне кажется, он должен быть кислее, чем красный почему-то. Ничего себе. Почему-то мне так кажется. Ну, давай попробуем. Премиум написано. Мы сейчас с тобой вон суперкрутые, модные. Премиум арбузик кушать. Так, я предлагаю, знаешь, как в старые добрые времена, когда я работала на арбузах. Знаешь, когда на пробу вот так вот брали, я сейчас покажу всем мастер-класс. Конечно, мы с попки, по-моему. А, нет, мы не с попки, с хвостиком. Когда я работала на арбузах, попросили попробовать арбузик надрезать, то мы его резали вот так. Вспомню молодость. Да, пожалуйста, у нас очень вкусные арбузики. Сейчас попробуйте. Желтенький, необычненький. Ого, какой реально желтый. Офигеть. Только я что-то мало отрезала. Давай тебе серединку, это самое вкусненькое. Сладкий. Классный. Вот все-таки нашинская еда лучше, да? Айкубайн дает, молодец. Прям шладенький, прям с удовольствием съедим. Вообще и не скажешь, что он желтый. Если глаза закрыть, на вкус как обычный, ну, обычный арбуз, кажется. Прям он такой спел аж, я его режу, а он трескается. Симка, ой, класс. Так, желтый арбуз шикарный, просто вообще пробуйте. Так, если вы видите, где-то покупайте обязательно. Теперь красненький. Ты, мамка, его помыла уже, так что его не буду протирать. Налетаем, пробуем, надрезаю каждый арбузик. Ой, я обычно, когда надрезала, я уже понимала, будет он, ну, классный или нет. Вот этот, вот этот тоже должен быть классный. Видите, он прям вылез сразу сам. А вот так берешь и, опа, ты-ты. Та-рам, та-рам. Смотрите, какой он там. Слушайте, ну семочки я вижу там, беленькие. Тоже вкусный, сладкий. А вот это что? Семечка одна загуляла. Может, нас обманули? Хорош чертовец. Ну-ка, семечек, говорите, нету. Ну, так, немножко поднашутили, да? Ну, прям явных черных нет, но вот явно, есть черное, вот. Не, ну мало семечек, в принципе. А я люблю вот так есть арбуз вообще, вот так вот прям, знаете, серединку вот так вот прям брать. Ну, ты держи, а то свалится. Все. Ставьте обязательно лайки за наши старания. Подписывайтесь на наши каналы. Канал мамы под видео. Ну и мы прощаемся до следующего видео. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok